Как сделать фруктовую брагу для царского самогона? Ну, в чем ее отличие от обычной браги? Как вы думаете, в чем может быть отличие? Ну, основное отличие заключается в дрожжах. Какие дрожжи используются для обычной браги? Ну, хлебные, да, спиртовые еще используют, в брикетах или сухие. А вот для этой браги, для фруктовой, я буду использовать, ну, и как бы использую живые дикие дрожжи. То есть дрожжи, которые живут на ягодах и фруктах. Например, вот замечали, да, как на винограде такой налет белый бывает. Вот это и есть эти дрожжи живые. И на любой ягоде они находятся. Поэтому, когда мы делаем на, в данном случае, на диких дрожжах, ягоду мы не моем. Чтобы эти дрожжи не смыть. Можно приготовить двумя способами. Один из них, это с помощью мезги. Мы до этого делали вино, и на этой мезге делаем, ну, ставим, да, вот данную брагу. А второй способ, это на самой ягоде. Например, не делали вино до этого, да. Ну, ягода есть, да. Можно на самой ягоду собрать ягоду, поймять ее, да, и сделать. Ну, как это сделать, я сейчас покажу. Музыка. 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 А если мы делаем на мезге, то мы добавляем немного сахара. Но если делаем на ягоде, чисто одна ягода, она должна пройдиться собственным соком. 200 грамм сахара добавляем. И перемешиваем. Теперь накрываем тканью или марлей, сложенной несколько раз. И ставим в темное, теплое место. Температура 20 до 30 градусов, а время от 3 до 5 дней. Теперь в ягоду, которая бродила в собственном соку от 3 до 5 суток, нужно добавить воды и сахар. Пропорции такие. Одна треть ягоды, ну примерно, может быть больше или меньше, у меня чуть-чуть больше, да, получается. Ягоды, да, или мезги. Две трети воды. Сахару. Полтора килограмма, это если на черноплодку. Два литра, да, где-то получается, если в литрах сахара. А если брать другую ягоду, получается, чем ягода слаще, тем сахару меньше. Чем ягода менее сладкая, тем сахару больше. Достичь где-то 12 процентов алкоголя, да. Где-то вот такая цель. То есть по максимуму, сколько могут дикие дрожжи выдать. Виноградные, да, вот, они могут даже больше еще, 14 даже процентов. Сахар лучше всего засыпать в 2-3 этапа. Сейчас я вот засыплю и, сейчас я засыплю литр. И через недельку я еще литр засыплю. Можно разделить на 3 раза и так далее. Также сахар можно заранее развести в воде. В холодной или теплой, но не горячей. Ну, если, например, горячей делаем, то есть заливать ее нельзя горячей. То есть она должна остыть тогда, если в горячей делаем. Или в теплой, да. То есть она, мы должны заливать ее в холодном состоянии. Не лед, конечно. Вот, но понятно, да, что можно развести в воде. Можно так засыпать. Ну, если развести в воде, будет лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Воду наливаем, конечно же, не до краев, не до всюду, потому что в процессе брожения шапка, которая сейчас здесь, она поднимется, то есть будет наверху, если до краев налить, она просто будет переливаться. И воду, конечно, лучше выбирать, чем чище, тем лучше, то есть зависит вкус, будет тоже от воды. Так, теперь ставим на брожение. Также в тепле, через неделю я добавлю сахар, еще оставшийся литр. И потом уже далее проверим. Теплое, темное место. От 20 до 30 градусов. У меня созрело через месяц. Данная брага выбродила через месяц. И смотрите, какой красивый, вообще суперский цвет, да? Вообще янтарный такой, переливающийся. Суперкрасивый цвет приобрела брага. Она должна выбродить полностью. Она не должна быть сладкой, поэтому подбирайте правильное соотношение сахара. Если вы сделаете мало сахара, то в таком случае получится так, что, ну, она будет просто, ну, мало алкоголев не будет, если мало сахара. А если же вы сделаете много сахара, то она будет сладкая. Она не выбродит полностью. Поэтому надо правильно подбирать соотношение сахара. Я рассказал о том, о таком соотношении сахара для черноплодки и черемухи. Для другой ягоды может быть другое соотношение сахара, поэтому нужно подбирать, рассчитывать. Так, теперь в отношении того, что... Еще хотел посмотреть на процент алкоголя. Смотрите, кстати, какое оно в рюмке цветом. Коньячного цвета. А, кстати, на вкус оно тоже... Коньяк напоминает вот... Вообще сильно прям. Единственное, чувствуется, что алкоголя поменьше, чем в коньяке, конечно. А вкус вот очень напоминает коньяк. Уже сейчас, представляете, это брага уже вкусом коньяк напоминает. Вообще процентов должно быть 12. Так, вот здесь. Так, это сахаристость. Вот, 12. Вот полосочка. Сейчас проверим. 12. Она ушла. Ничего себе. Она даже больше 12 процентов. Представьте. Где-то 13. Получается. Вот была полоска там, нарисована 12. Черточка. Ай, тяжело достать. Получается 13. Вот видите, даже не видно надписи. Даже в верхней части. То есть она ушла ниже. Где-то примерно 13 градусов алкоголя. То есть даже больше, чем я рассчитывал. Я думал 12 будет. В прошлый раз делал 12 было. Хорошо вызрело. Полностью вызрело. По максимуму отдало алкоголь. Ну и вот теперь можно ее перегонять. Перегонять на царский самогон. То есть этот самогон будет вообще вот такой вот супер вкусный. Поэтому смотрите следующее видео. Где я буду делать царский самогон. Да, самогон из данной браги. Самый вкусный самогон в мире. Телефон, смотри. Так. 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 Так.